Обеспечить рациональное использование зеленых ресурсов, а также стать эффективным методом борьбы с незаконным вывозом лесного фонда, призвана электронная система учета древесины. Сейчас ее тестируют в лесхозах Беларуси. Система представляет собой мобильное приложение. Благодаря доступу к смартфону и компьютеру, контроль за древесиной осуществляется в любых погодных условиях и на всех этапах. От вырубки на лесосеке до доставки потребителю. О новых технологиях в действии Александр Лученок. Уздинское лесничество. На делянках в самом разгаре заготовка древесины. Вооружившись бензопилами и хорвестером, валит лес бригада Сергея Новикова. Ежедневно по 400 кубометров. Под контролем начальника лесопункта 15 промежуточных складов. Именно отсюда зеленый ресурс транспортируют потребителям. Присутствовать при отправке груза Сергею нужно обязательно, чтобы проверить пригодность товара и провести учет. Раньше работа с документацией занимала около получаса. Теперь всего пару минут. Ввел логин, пароль и оформил доставку продукции. В приложении еще хорошо видно все остатки по всем складам. То бишь, когда я проезжаю на место, я могу с телефона посмотреть, что у меня на этом складе числится. На чеке подробная биография. Дата, время, географические координаты. Вся информация об отгрузке и прибытии автоматически отображается в базе данных. Там же фиксируется количество срубленной древесины. Это сокращает простой транспортных средств. То есть сокращает рабочее время мастера. Были проведены экономические расчеты. И вот исключая эти затраты временные, транспортные, мы по году имеем экономию только в этом случае порядка 60 тысяч рублей. Об автоматизированной системе учета за древесиной впервые заговорили в 2017-м. Закупили оборудование, термопринтеры, комплекты для беркования и создали макет приложения. Эта версия уже доработанная. Однако подключать к системе лесхоза страны в профильном ведомстве планируют постепенно. На данный момент уже разработан проект указа президента, которым мы предусматриваем поэтапное внедрение электронной системы учета древесины. Мы считаем, что это позволит нашей стране максимально, скажем так, экономически, рационально подойти к этому процессу. Технологические диковинки должны быть готовы и техника, и сотрудники. В лесной отрасли нашей страны занято около 100 тысяч человек, и многие из них работают в хозяйствах давно. В нюансы новой технологии им еще предстоит подробно вникнуть. Надо начинать, уже начинать заниматься вопросами обучения, планировать программы, оснащать классы. Это требует разработки программ, это требует составления графиков, и это требует активной работы всех заинтересованных. В Уздинском лесхозе учет древесины ведется как электронный, так и ручной. Но это пока. К концу апреля новинку опробируют еще в пяти лесхозах. На очереди Гродненское и Драгиченское хозяйства. По мнению экспертов, подобные технологические новшества в этой сфере назрели давно. Они позволят более рационально использовать зеленое богатство страны. Гектар зеленых угодий в нашей стране приходится на душу населения. Показатель выше среднеевропейского в два раза. Лес – реальный ресурс. И если, как и планируется, электронная система учета древесины поэтапно заработает уже в следующем году, и каждое дерево получит так называемый паспорт, дышать станет легче всей белорусской экономике. Александр Лученок, Анатолий Долотовский, Агентство теленовостей.